Всем привет! Меня зовут Саша, вы на канале Посылки из Китая. Сегодня у нас очередная распаковка товаров с Алиэкспресс. Все товары я приобрел с помощью кэшбэк-сервиса EPN, ссылочку оставлю в описании. А также у нас проходит конкурс, в котором будет один победитель и призом является 100 российских рублей. Ссылочку на описание на условиях конкурса вы найдете внизу под видео. Так, а мы начинаем и открываем первый товарчик. Так, здесь нас встречает вот таких вот два фонарика. Просто неоригинальные фонарики Xiaomi, так сказать, копия. Выполнена не очень качественно, естественно. Здесь сразу можно наблюдать такие неровные наплывы из пластика. Здесь швы, вот точно так же неровненькие. Но сами фонарики, естественно, дешевле, чем их аналог от Xiaomi. В комнате полная темнота. Вот включил два этих фонарика в USB порты. И в принципе у меня фотоаппарат не чувствителен к темноте. И если я их достану, будет кромешная тьма. Так, а мы переходим к следующей посылочке. Здесь вообще что-то супер мелкое находится. Изначально думал, что пакетик даже пустой. А здесь у нас находится французский бульдог. Сам брелочек обычный, металлический. Металл очень похож на серебро, но, естественно, это не серебро. Внутри идет наплыв краски. И очень прикольно выглядит четвертая нога. Вот здесь она находится. Ну, брелок, вы знаете, реально прикольный. Повесить куда-нибудь на телефон, на сумку. Или даже вашему питомцу можно повесить на шейник. У продавца, по-моему, насколько я помню, были и другие породы собак. Ну, я выбрал французского бульдога, так как являюсь владельцем этой собаки. А здесь нас встречают маркеры для резины. Да, четыре штучки. Очень прикольно получается разрисовать колеса. Занятие, конечно, достаточно нудное. Сидеть, кропотливо вырисовывать. Но больше, чем полгода я отъездил. Ну, наверное, не больше. Около полугода я отъездил с разрисованным колесом. Вот таким же маркером рисовал. И ему не страшно ничего. Ни вода, ни слякоть, ни грязь. Смывается с его поверхности маркера вся грязь. И сама надпись остается целой и невредимой. Так, а здесь у нас две вот такие помадки. Два шарика. Так, как это? А, как сосисочка пахнет. Очень вкусно пахнет. Какой-то то ли клубничка, то ли... Да, клубничка, наверное. Клубничка, земляничка. Такими помадками уже у меня родня пользуется достаточно давно. Уже, наверное, около года я регулярно их заказываю по мере надобности. И все довольны. Так, следующая посылочка. Пакетик пуст. И здесь у нас находится наклейка автомобильная. Baby in Car. С пакетикой извлечем. Вот такая небольшая наклейка. Приблизительно с ладонь. Серебристого цвета. Как правило, их клеят на заднее стекло автомобиля. И участники дорожного движения, ну, в принципе, знают, что у вас находится ребенок в машине. Стоимость наклейки копеечная. Что-то меньше, чем полдоллара. Так, а здесь очень сильно удивилась на почте девушка, когда я забирал эту посылку. Ужасный запах резины пошел. Просто, просто отвратительный. Воняет жутко-жутко. Ну, сама игрушка достаточно прикольная. Для собак мелких пород или для котов, я думаю, будет актуально. Для больших челюстей мощных эта игрушка будет просто выброшенными деньгами. Резина здесь очень-очень тонкая. Сама игрушка очень мягкая. Ну, я думаю, своей собаке даже не отдавать эту игрушку. В первую очередь из-за того, что она воняет. Не советую покупать это ни питомцам, ни детям. Так, здесь у нас находится калькулятор. Так, он уже у нас включенный. И он работает у нас от солнечной батареи. Так, кнопочки вроде работают. Так, где здесь что-то удалить у нас? Очистить. 66 разделить на 6. Разделить на 6 равно 111. Ну, вроде бы как считает правильно, но неудобно нажимать на эти кнопки. Как-то жутко, очень жутко. Реально плохо нажимаются. Неудобный калькулятор. Честно, неудобный. И я думаю, достаточно быстро, наверное, выйдет он из строя. Ну, также у него есть вот линеечка 10-сантиметровая. Это, я так понял, наверное, идут дюймы. Два с копейками, ну или что-то такое, градация какая-то. Плюс транспортир и увеличительное стекло, чтобы можно было посмотреть что-то. Ну, в принципе, задумка неплохая, но, конечно, кнопочки заставляют желать лучшего. Следующая посылка. О! А в этот раз продавец успел и прислал мне вот эти штуковины под чашки, под стаканы. Предыдущую посылку, которую я заказывал, я выиграл по ней спор. Так как они не приехали, я заказал еще. Потом приехали те, мне уже вернули деньги. И вот сейчас уже честно купленные две штучки. Теперь у меня коллекция из 4. И здесь нас встречают тоже наклеечки. Только в данный момент там был Baby Incar, а здесь Baby On Board. Вот ребенок на борту. И наклейка уже немножко больше по размеру. Так, если взять вот эту. Baby Incar и Baby On Board. Ну, вот смотрите, приблизительно в два раза отличается. Также серебристого цвета. Ну, вот у меня здесь три штучки. Три тех заказал, три тех. Как они по качеству? Честно, я не знаю, будут ли они держаться на машине. Заказывал не для себя. Меня попросили. Ну, я думаю, что что с ними может быть не так. Все ездят с такими наклейками. Где-то же они их берут. Возможно, также на Алиэкспресс заказывают. Или покупают у перекупов, которые заказали где-то из Китая. Это были все посылки на сегодня. Обязательно ставьте лайк, если вам понравилось видео. Если не понравилось, напишите в комментариях, почему именно не понравилось. Принимайте участие в конкурсе. Ссылки на все товары вы найдете внизу под видео. Кэшбэк-сервис также внизу. А я с вами прощаюсь. Пока!